В древние, ну и в нынешние времена у разных групп людей существовали свои критерии суровости и обряды посвящения. К примеру, у моряков считали салагой, пока не побывал в суровом шторме и не окунулся в бочку забортной воды на экваторе. У шоферов пока не намотал на кардан свой первый миллион километров. Символ посвящения альпиниста – значок снежного барса. Ну, его не дадут, если ты не забрался на пик семитысячника. А все мои знакомые почему-то считают, что если при оформлении документов или получении водительского удостоверения ни разу не возникло желания рассчитаться мимо кассы, тот и действительно сделан из граниты и стали. Почему получение обычной госуслуги превратилось в настоящее испытание на прочность? И что на самом деле можно зарегистрировать, если проявить смекалку? Об этом сегодняшняя передача. Меня зовут Вячеслав Гончаров. Вы уже догадались, что сегодня мы будем говорить о структурных подразделениях государственной регистрационной службы, которые отвечают за оформление водительских удостоверений и автомобилей. Но вначале я хотел поговорить вот о чем. Сразу после выхода передачи о социальном фонде зрители мне показали исследование, в котором приняли участие 177 представителей малого и среднего бизнеса. Тема исследования о проблемах платежей в социальный фонд Крыгойской Республики. Так вот, большинство оценили свой уровень доверия к деятельности социального фонда как низкий, это 46%. Вообще не доверяю. Отметили 22% опрошенных. А одна из проблем – это проблема непрозрачности работы социального фонда. А это самый четкий индикатор возможной коррупции. С полной версией вы сможете ознакомиться на нашей страничке Фейсбука. Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава. Сокращенно ДРТС и ВС. Это то заветное место, от которого в конечном итоге зависит, будет ли у вас на руках заветное водительское удостоверение или нет. Раньше это самое удостоверение модно было подарить на день рождения имениннику. До того был разгул коррупции на месте. Сейчас уже по старым схемам что-то провернуть будет трудновато. Но все равно, если включить воображение, можно изобрести кое-что. В том случае, если водительское удостоверение было изъято через суд, есть возможность заявить об утере в департамент. Инспектор сознательно не проверяет судебную базу данных, получает вознаграждение и оформляет новое удостоверение. Иностранный гражданин, который хочет получить водительское удостоверение, может сделать заявление, что он не знает государственного и официального языка. В таком случае за вознаграждение возможно провести экзамен фиктивно. Музыка Субтитры подогнал «Симон» Сейчас вы уже вряд ли устроитесь задним числом в автошколу. Электронная программа приема экзаменов стала намного совершеннее. Процедура и требования к экзамену стала единой для всей страны. Над этим много поработали. Но если вам станет известно, как можно сейчас обойти существующую систему для получения водительских удостоверений легальным способом, пожалуйста, напишите мне. Адрес вы сейчас видите на ваших экранах. Другое дело – регистрация автомобилей. Здесь схем лабиринтов и возможностей превеликое множество. Даже на пустом месте можно наворотить столько. К примеру, нет четкой процедуры, которая была бы моментально и гарантировала сканирование машины на угон или залог. Представляете, сколько денег можно отобрать? Ну, к примеру, пофантазируем. Можно сделать так. Машина продается за рубеж. Сразу оговорюсь, что машина чистая. Документы оформлены и счастливый новый владелец уже поворачивает ключ в замке зажигания. И тут ему подсадная утка сообщает – машина угнана. Ну, сотрудник департамента предлагает решить проблему. Деньги уплачены, машина уезжает и все довольны. Ведь никакому автолюбителю не хочется стоять на штрафстоянке в другой стране, не зная, что в конце будет. Или так. При покупке сотруднику департамента всегда необходимо проверять ВИН-код. Это такое цифровое обозначение каждого автомобиля. Его нужно вбить в специальную программу. Дождаться ответа через интернет, все ли в порядке с машиной, с юридической точки зрения. Иногда это очень долго. Иногда жуть как долго. А ведь можно положить банкноту в карман чиновнику и быстро получить справку. Кто на самом деле будет проверять, пробили твою машину или нет. А можно ведь еще искусственно создать кучу сложностей. С целью создания благоприятных условий деятельности посредников возможно организовать искусственный ажиотаж. Этому способствует отсутствие информационных стендов с полным перечнем оказываемых услуг на государственном и официальном языках, прескурантам цен и так далее. Отсутствие справочных окон. Недостаточная площадь в зале приема посетителей. Отсутствие гибкого графика работы. При полном зале посетителей подразделение закрывается на обеденный перерыв. Возможно также намерены затянуть процесс регистрации и создания таких условий для заявителей, без которых невозможно обойтись без услуг посредников. Вчера созванивался с друзьями из Грузии. У них оформление машины происходит максимум полдня. Причем так, отдал документы, пришел через 3-4 часа, забрал все. И номера, и документы, и машины. Теперь и нам можно похвастаться своими успехами. Ну, по крайней мере, скорость работы выросла, а очереди сильно сократились. Всего, конечно, не расскажешь сразу. Поэтому хочу пригласить к сотрудничеству коллег-журналистов. У меня есть очень много материалов для проведения качественных расследований. Обращайтесь. А сегодня в гостях у нас инспектор секретариата Совета обороны Айбек Сулайманов. Здравствуйте, Айбек. Добрый день, Вячеслав. Вы знаете, судя по тому списку, сколько схем было выявлено и сколько было сделано замечаний, мне кажется, что радости на лицах сотрудников департамента, когда они видят вас, должно быть не очень много. А вы как думаете? Знаете, Айбек, мне кажется, они вам очень-очень рады. Если смотреть, существует регламент получения водительских удостоверений. То есть сейчас он очень усовершенствован, введена электронная какая-то система защиты и прочее, прочее. Но ведь все равно же можно это как-то обойти. Вот, например, я бы что сделал? Я бы взял, постоянно отключал свет или там взял сервер водой, полил. Вам с таким не приходилось сталкиваться? Когда была эта программа внедрена, там находили, ну, эти работники, они проявляли нежелание работать. Естественно, я деньги получал, а тут нет. Да, за каждый курсант, как вы знаете, это определенное денежное средство получалось. До чего они додумывались? Выключали электричество. А все-таки выключали? Выключали, там обрывали, я не знаю, как, ну, на всякие учрения шли, да? Нету интернета связи. Сейчас, на сегодняшний день по всей республике, приказом департамента, мы пролоббировали это, если нет электричества и интернета, отменяется экзамен, то есть его перекидывают до усовершенствованного света и интернета. Надо же. Еще, смотрите, такая вещь. Я вот внимательно изучал отчет по работе ГРС, и вот здесь вот меня удивила фраза. Не организована коммуникационная площадка, рабочая группа с другими госорганами, которые самоустранились от сопровождения мероприятий, ограничившись только проведением переписки с госорганами, соисполнителями. Но я могу сделать вывод, что здесь сейчас нет эффективных рычагов заставить коллег работать качественно. Очень хороший вопрос, Вячеслав. Это, на самом деле, это было. Ну, на сегодняшний день отделом антикоррупционной политики аппарата правительства Кыргызской республики ведется работа. И эта площадка на этом уровне уже создана. На сегодняшний день все государственные органы собираются на этой площадке. И, допустим, как вы подчеркнули, если один госорган отправляет документ соисполнителю на исполнение, чтобы он помог реализовать этот пункт по антикоррупционному плану, сопровождения самого документа нету до конца тем госорганам. Это как? Это вот, допустим, вы соисполнитель, я исполнитель основной. Так. Ну, чтобы мне этот пункт реализовать, я вам даю бумагу. По этому пункту помогите мне исполнить. То есть, эта бумага дошла или не дошла до вас, я не перепроверяю. Но отчет сдается, что я направил уже в этот госорган. А когда у вас спрашивают, вы говорите, а ко мне не поступило. Вот о чем речь идет. Теперь же этот документ сопровождается и на той площадке он дорабатывается. И на сегодняшний день, еще раз хочу подчеркнуть, работа определенная провелась уже и сдвиги уже есть конкретные. Может быть, для эффективности стоит, вы знаете, я не знаю, нанять специальную команду, компанию, которая бы усовершенствовала, я не знаю, ну, отточила это до миллиметра вот этот процесс, как вы считаете? Или мы, в принципе, можем справиться с самим? Именно отдел антикоррупционной политики аппарата правительства, у них есть, хочу подчеркнуть, свои эффективные рычаги. И они должны это делать, эти мероприятия, создавать вот эти площадки взаимодействия. И они это сейчас делают. Айбек, вот наши специалисты подготовили очень интересную инфографику, и я хочу пригласить вас посмотреть на нее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По этому поводу я хотел бы сказать, что при проведении самого мониторинга гражданское общество при любом мониторинге активно привлекается. И когда мы зовем их помочь, они активно принимают участие. А не напрашиваются ли вы их зовете? Вот здесь вот тоже интересная такая же вещь. То есть самостоятельно, вот если я захочу участвовать в этом мониторинге, то есть что мне нужно сделать, куда обратиться, написать или как-то еще? В любой момент, пожалуйста, всегда. Уважаемые телезрители, кто захочет принять участие в проведении этого мониторинга, я прошу вас написать на этот электронный адрес, который сейчас есть, и мы ваши заявления отдадим дальше по инстанции. Айбек, большое вам спасибо. И я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся. И не только для того, чтобы поговорить о наших недостатках, о рисках, но и о тех успехах, которые мы в принципе можем достичь. И достигли. Всего доброго. До свидания вам. Спасибо. Помните сказку? Витязь на распутье. Куда идти? Но на камне указать нам, к счастью, были обозначены четкие координаты, направление и результат в конце пути. Из-за того, что было все понятно, не появился посредник. Никто не попросил у сказочного героя взятки. Сейчас мы все забыли одну простую старую истину. Где меньше вопросов, где понятен путь, там меньше возможности украсть. А в следующей передаче мы расскажем вам о регистрации прав на недвижимость. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова